В эфире библейский портал Экзегет. Что делать родителям, обнаружившим, что их дети их обманывали? Кто говорит ложь, погибнет, сказано в притчах Соломона. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложно, говорит Господь в 20 главе книги «Исход» в знаменитом Декологии «Десяти заповедях Моисея». Это тяжкий грех. И вот вы это обнаружили. Не надо отчаиваться, не надо унывать по этому поводу. Мы, если мы живем по-христиански, знаем о себе значительно больше неправды, чем есть у наших детей. И мы грешили, и мы лгали, и мы падали. Нам надо помочь им это преодолеть. Не надо делать из этого катастрофу. Надо как-то мягко показать ребенку, что нам это известно, что мы это поняли. Объяснить ему, как это плохо. В качестве примера я могу привести отца преподобного Сюлана Афонского. Преподобный Сюлан, который прожил почти всю свою жизнь, монашескую жизнь точно на Афоне, среди великих святых, окормлялся у прозорливых старцев, он сказал, что удивительным таким старцем и примером на всю жизнь был его отец, который не был монахом. И вот однажды будущий святой принес отцу в постный день, когда отец работал в поле, принес ему, по-моему, какую-то свиную похлебку, если я не ошибаюсь. Отец это съел спокойно. Потом прошло некоторое время, может быть, месяц, и он сказал ему, сын, а помнишь, что ты мне принес? Да, папа, помню. Я это ел как стерву. Стерва имеется в виду, ну, это такие обрезанные стебли, которые остались после того, как выясняли урожай. Вот это жесткое такое, то есть это последнее, что захочется есть, когда вы голодны. Вот. Он подождал некоторое время. И когда сын был готов, он ему рассказал об ошибке сына. Вот. Если помнить, что наша задача ребенка исправить, чтобы он больше не лгал, а не наказать так, чтобы он подумал, что просто он плохо солгал, надо прятать ложь лучше, надо учиться лгать изощреннее. Вот. Если у нас цель исправить ребенка, то, во-первых, надо успокоиться, помолиться за него, призвать Божью помощь, сказать, Господи, ты мне дал ребенка, дай мне благодать и мудрость, как мне с ним поговорить, чтобы исправить в нем этот грех. И с любовью, без всякого кипения, без гнева и раздражения с ним об этом поговорить. Объясните ему, что это нарушение заповедей Божьих, что ложь разрушает жизнь человека. Тогда есть надежда, что вы его исправите. Продолжение следует...